Братья и сестры, мир вам! Слава Господу, что мы можем сказать эти слова друг другу вот в этих нескольких часах уходящего года. Мы сегодня собрались на это последнее собрание 2017 года. Текст Писания, который я хочу прочитать, он находится в наших программках, вот с 15-го псалма. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держи жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Для нас большое благословение произносить эти слова, знать, что Господь с нами. Он был с нами в этом уходящем году, Он держит нас жребий. И вот мы собрались в это последнее собрание, чтобы поблагодарить Господа, воздать Ему славу, помолиться, покаяться перед Ним, попросить прощения за то, что было упущено, за то, что было неверно сделано. И для того, чтобы на коленях все вместе, как церковь, встретить Новый год и попросить благословения у Господа на этот Новый год. Это важно, это нужно. Это очень ценно, что все мы на Новый год приходим в Дом молитвы, для того, чтобы здесь на коленях все вместе встретить этот Новый год. Не так, как это делает мир, не так, как это делают люди в этом мире, а так, как и должны делать христиане, чтобы здесь на коленях, в молитве просить у Господа благословения. Давайте сейчас помолимся и попросим благословения на это служение. Господь наш, мы благодарны Тебе за весь этот год, который подходит к концу, за милости, за благословения, за часть наследия нашего и чаши нашей. Ты держишь жребий наш в своей руке. И вот сегодня, когда оканчивается этот год, мы оглядываемся назад, и мы видим, как много милости Ты оказал нам в прошедшем году. Мы хотим быть благодарными. Мы хотим вот в этом служении преклониться перед Тобой и воздать Тебе славу. И мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя за все благословения, которые Ты посылал нам в прошедшем году. Господи, вот в этом служении Ты косни сердец наших Духом Твоим святым, для того, чтобы мы проверили, каковы мы были в этом году. Если нам нужно покаяться, Господи, побуди нас к этому. Скажи нам Слово Твое для того, чтобы мы приняли его, для того, чтобы мы услышали голос Твой, для того, чтобы мы могли в молитве исповедаться перед Тобою и с верой, смотря в будущее, ожидать от Тебя то, что Ты пошлешь нам. Мы уповаем на Тебя, Господи, мы при Тобой преклоняемся, мы прославляем Тебя, и мы желаем в этом служении воздать Тебе хвалу. Да будешь Ты прославлен, наш Господь и наш Спаситель. Аминь. Присядьте, пожалуйста, братья и сестры. И наше новогоднее служение, оно всегда отличается, наверное, от тех служений, которые у нас обычно бывают. Мы собираемся вместе, как церковь, как семья Божия, для того, чтобы и посмотреть назад, и посмотреть вперед, для того, чтобы благодарить Господа, и для того, чтобы молиться Ему. И вы знаете, что наше желание начинать Новый год в молитве, на коленях, и вся эта неделя, если Господь дарует нам этот Новый год, сегодняшнего дня, и вся неделя была названа нами, как неделя молитвы, для того, чтобы мы молились Господу каждый день, и каждый день собирались здесь на собрание, и приносили Господу нужды наши. И вот и наше сегодняшнее собрание, это также первый день недели молитвы. И у нас есть возможность сегодня по-особому обратиться к Господу. Я попрошу, чтобы братья могли высветить тему недели молитвы. В этом году была избрана особая тема, которая говорит о верности Бога. Мы хотим во всей этой неделе молитвы, да и на весь этот год, как я скажу позже, рассуждать о верности. Верность – это особая характеристика Божия, и она проявляется в природе Бога, в действиях Бога, в тех делах, которые Господь совершает. Бог верен, и для нас это особая надежда и упование, когда мы знаем, что Бог верен. И вот тема недели на сегодняшний день – это наше подведение итогов года, это наше покаяние, это наша благодарность Господу. И когда мы смотрим на неделю молитвы, если у вас есть буклеты, мы просим, чтобы каждый мог иметь и на эту неделю молитвы участвовать во всех этих нуждах. Сегодня мы благодарим Господа за то, что Он хранил нас и вел нас в течение всего прошедшего года и был верен нам, даже если мы проявляли неверность. Мы благодарим Господа за Его неисчислимые милости, оказанные нам в прошедшем году. Мы благодарим Господа за то, что Он прощает наши грехи и ошибки и представляет нам возможность начать Новый год в Его свободе. Мы благодарим Господа. И знаете, когда я прочитал вот эти благодарности Господу, вы видите, что это очень важные благодарности, но это общие благодарности. Я бы хотел, чтобы сегодня была возможность, хотя бы вот несколько человек, которых я побуждаю, чтобы вы поделились хотя бы одной благодарностью. В чем Бог был верен для вас в прошедшем году? За что вы хотите поблагодарить Господа? Для того, чтобы вот наша благодарность, когда мы смотрим на уходящий год, она была действительно настоящей, она действительно была реальной. И поэтому я предлагаю, чтобы вот несколько человек, служители, может быть, братья, вас это тоже касается, хористы, молодежь, служители, которые здесь находятся, регента, дирижеры, учители, те, кто школами занимаются, братья и сестры, пожилые. Я знаю, мы славяне, мы скромные, мы всегда ожидаем, что кто-то другой это сделает. Но знаете, не в этом скромность, когда мы не желаем высказать благодарность Господу. Вот наше собрание сегодня, оно как раз для этого и предназначено. Господа поблагодарить. Если у вас есть это желание, поделиться этой благодарностью, что в вашей жизни было, что особого Бог совершил в этом прошедшем году, я хочу предоставить эту возможность. Я хочу, чтобы вы могли сказать об этом, поделиться об этом, и мы вместе бы могли тогда благодарить Господа. Вторая часть, о чем мы молимся, мы молимся Господу о том, чтобы Он простил допущенные нами неверность и непостоянство следований за Ним, о том, чтобы Он простил нас за то, что недостаточно ценили Его верность, о способности простить причиненные друг другу обиды и огорчения, чтобы войти в Новый год в мире и единстве, о том, чтобы Он учил нас использовать любую, даже самую малую возможность проявить нашу верность Ему. У нас будет эта молитва в конце. И мы будем просить Господа о том, чтобы Он простил нас. И у каждого из нас наверняка есть то, о чем нам нужно просить Господа о прощении, чтобы мы действительно могли получить это прощение, чтобы мы вошли в этот Новый год прощенными, примиренными, в первую очередь с Господом, друг с другом. Я как пресс-фитер хочу попросить у всех вас прощения. Если в этом прошедшем году где-то я не был верен своему призванию, своему служению, и может быть я огорчил кого-то, и может быть я не оказал внимания или должное, вот то, что нужно было сделать, я прошу вас ради Христа простите меня. И прошу, чтобы дальше молились обо мне и о всех служителях, чтобы мы вместе могли совершать труд с помощью Господа, с ревностью для славы Господа. Поэтому благослови нас Господь. Вот в этом служении у нас будет поздравление, которое будут служители говорить. Но кроме этого я еще раз побуждаю, давайте поделимся благодарностями, у кого что есть. А сейчас давайте мы все вместе еще раз встанем и общим пением прославим Господа, споем этот гимн «Летит безжалостное время». Песня «Летит безжалостное время», Песня «Летит безжалостное время» Песня «Летит безжалостное время» Песня «Летит безжалостное время» И наши громкие деяния труды, заботы, суды, жаль. Сказь тут, пучин, и рассказь, как непременная мечта. Сказь тут, пучин, и рассказь, как непременная мечта. Так вот, зачем ты в сын родился, и столько выдержал сердцем. Так вот, божалый, усилийся, что встал на добычей черепе. Так вот, божалый, усилийся, что встал на добычей черепе. То жизнь и счастье, и знак Божий, всегда крушил детям в небе. Так вот, божалый, усилийся, что встал на добычей черепе. Но есть огромная жизнь сильная, чистящая вещь черепе. Тебя научишься, что встал на добычей черепе. Мой Бог, Творец, Создатель бытия, наполненная радостной хвалой, Я слов не нахожу воспеть Тебя. Такой великий и такой могучий Ты в то же время близкий и родной. Всегда доступный мой советник лучший, Помощник в бедах для души больной. Благодарю Тебя за дар прощения, За книгу жизни, за Твою любовь, За то, что посылаешь облегчение, Когда совсем нет сил идти на зов. Благодарю за слезы, испытания, За радостные встречи, за друзей, За боль, разлук, за горькие признания, За все, что делает меня сильней. Благодарю Тебя, мой Бог, сердечно, За то, что не оставил Ты меня, И весь прошедший год Ты бесконечно вел, Охранял, благословлял меня. Аминь. Боже святой, великий славе, Боже святой, Как благие девяты склоняемся мы пред Тобой, пред вечной любовью Твоей, Боже святой, Боже святой, Боже святой. Он любит нас и милует, прощенье дает, Он беда слави и души утешит и пойдет. Как добрый пастырок по жизни нас ведет, Рукою мудро и сильной. Он верный наш оплот. Боже святой, великий славень, Боже святой, как благие девяты. Слоняемся мы пред Тобой, пред вечной любовью Твоей, Боже святой, Боже святой, Боже святой. Слоняемся мы пред Тобой, Боже святой, Боже святой, боже святой, Боже святой. Субтитры подогнал «Симон» 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 и каждому из нас. Вот мы прожили этот год. На протяжении этого года братья и сестры видели в нас люди, окружающие нас, что мы Господни ученики. Я, размышляя об этом, вспомнил ситуацию, которая произошла в жизни Исаака, когда Авимелех выгнал его из земли своей, но потом через некоторое время пришел к нему, и он там сказал такие слова Исааку, «Мы ясно увидели, что с вами Бог». Друзья дорогие, это сказал царь, который наблюдал за жизнью Исаака. Вы знаете, сегодня люди тоже наблюдают за нашей жизнью. И как хорошо, когда люди говорят, что мы видим, что с вами Бог. Не всегда так бывает. Бывает и такое, что люди не видят этого. И сегодня вот на пороге уходящего этого года, наступающего нового года, мое пожелание для каждого из нас, чтобы мы шли к этому источнику, источнику любви. Мы знаем, что Бог наш есть Бог любви. И мы можем приходить к Нему для того, чтобы черпать эту любовь в Господе нашем, братья и сестры, и чтобы мы могли эту любовь иметь между собою и раздавать ее другим. Это коротенькое пожелание для каждого из нас. Да благословит Господь каждого из нас в этом наступающем новом году, чтобы мы любили Господа, любили друг друга. И да прославится Господь через жизнь нашу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слышишь, сердце стук еще сильнее Хочет Бог, что ты к нему воззвал Поспеши на зов его скорей Пока день последний не настал Мудрый тот, кто дни считать умеет Тот, кто знает, жизнь пройдет как па Кто не тратит по-напрасну время Кто плодоносить не перестал Мудрый тот, кто дни считать умеет Тот, кто знает, жизнь пройдет как па Кто не тратит по-напрасну время Кто плодоносить не перестал Слава Богу! Приветствую вас, братья и сестры! Мир вам! Слава Господу за то, что мы пилигримы, которые прошли поприще длиною 365 дней, которое называется 2017 год. Через несколько минут, если Господь позволит, мы станем перед новым поприщем, перед Новым Годом, и мы задаем себе вопрос, что этот Новый Год принесет для нас? Мы не знаем, что принесет для нас Новый Год, но мы понимаем, что очень важно смотреть и видеть правильно. Смотрите, начало пути, и знаете, как однажды Господь спрашивал пророков, Он спрашивал такими словами, что видишь ты? Ты смотришь вперед, что видишь ты? И Писание говорит, что Бог однажды, трижды спрашивал пророка Иеремию, как минимум дважды Амоса, и как минимум дважды Захария эти слова, что видишь ты? Братья и сестры, этот вопрос перед нами, мы смотрим в будущее, мы смотрим вперед, что видим мы? И знаете, если уже говорить о том, насколько это серьезный вопрос, то я думаю, что каждый из нас понимает, что очень серьезный, потому что как христианин, как человек Божий, как люди Божьи, мы должны видеть правильно. И знаете, как я сказал, вот эти пророки, когда Бог спрашивал, Он так и говорил, да, ты видишь верно, ты видишь правильно. Поэтому, братья и сестры, вот вначале, перед тем, как мы переступим эту черту, в 2018 год, я тоже хочу оставить для вас пожелания, я тоже хочу что-то пожелать. И мое пожелание будет на основании вот этих слов, что видишь ты. И, братья и сестры, я хочу вам пожелать вот что. Откровение 1 глава 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись увидеть, семь золотых светильников, а посреди семи золотых светильников, подобного Сыну Человеческому, обличенного в падир и поперсяма, поясанного золотым поясом». Братья и сестры, я хочу пожелать, чтобы каждый из нас в 2018 году мог видеть Господа в каждом дне. В дома, на работе, в учебе, в церкви, где мы бы ни были. Знаете, как однажды вот и Давид сказал, что «Видел я Господа перед собою, он одеснуй меня, не поколеблюсь». Чтобы это было и наше видение, чтобы это было и наше исповедание. Я хочу пожелать нам, братья и сестры, видеть и понимать время. Исаии 51 глава 6 стих. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обвешает, как одежда». Братья и сестры, я хочу, чтобы мы понимали, в какое время мы живем. Я хочу, чтобы мы видели и понимали, что время последнее, и к этому относились серьезно. «Посмотрите на смоковницу», Господь Иисус Христос сказал, «И на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». Я хочу пожелать, братья и сестры, в 2018 году каждому из вас видеть особенные Божьи благословения. Псалтир 105 Псалом 4-5 стихи. «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим». Братья и сестры, пускай это будет для вас благословение, пускай вы увидите в этом новом году особенные благословения от Господа. Я хочу пожелать радости спасения и утешения от Духа Святого каждому. Я хочу пожелать видеть защиту и охрану Божью. Псалтир 90 Псалом 8 стих. «Только смотреть будешь очами Твоими и видеть возмездие нечестивому, ибо ангелам Своим заповедует о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих». Братья и сестры, пускай этот год, который даст Господь нам вступить, он будет годом, в котором вы будете ощущать и видеть особенную заботу, особенную защиту и охрану Божью. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас, братья и сестры, видели поля служения. Иоанна 4 глава 35 стих. «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас относился очень серьезно к тому, что Господь каждому из нас дал, к этому дару, который Господь дал, и приносил это Господу для того, чтобы послужить Ему, чтобы принимал посильное участие в служении Церкви, в служении Господу. Кто-то сказал, я оставался и трудился допоздна, когда все другие бросали работу и уходили. Моя несчастная доля забрасывала меня на такие поля, где никто никогда ничего не сеял и не пахал. Мне приходилось трудиться до кровавого пота, и хотя я не так много плодов приносил домой, но я все же приносил их. Я положу свои плоды у ног моего Господина и скажу, «Господь, это все, что я смог сделать для Тебя, и даже если бы Ты послал меня назад, я все равно не смог бы сделать больше». Поэтому, братья и сестры, мое пожелание для всех вас, чтобы видели Господа, чтобы понимали время, в котором мы живем, чтобы получали от Господа особенные благословения, видели защиту и охрану Божию, видели поле служения, участвовали в ревностном служении Господу, чтобы Господь мог прославиться. И тогда, когда вопрос станет перед нами, «Что видишь Ты?», чтобы мы могли сказать, что мы видим. И Господь ответил, «Ты видишь правильно!» Благослови нас всех, Господь! Аминь! Иоанна Лукаскова Уходит старый год, а мы летим вперед, и ближе подошли к стране святой и чудной. Там будем ликовать с Христом И я, и ты войдем в тот дом Где с Иисусом навсегда мы будем И ближе к небу мы 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 Ушел навеки год С трудом иду вперед Но Иисус меня ведет В час бури и невзгод Когда тернистых кончу путь Господь велит мне отдохнуть В стране своей чудесной И прекрасной И ближе к небу мы И ближе к небу мы И ближе к небу мы Молю тебя, Господь Чтоб в этот Новый год Могли мы мудро исчислять Ни нашей жизни И в скорби нам не унывать К тебе с молитвой прибегать И к небе сам путь наш Ты направляй И ближе к небу мы 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 Слава Богу Братья и сестры, я сейчас хотел бы пригласить сюда тех, которые бы поделились, за что вы благодарны Господу Я знаю, что мы народ скромный, я знаю, что сейчас у всех из вас есть вот за что бы вы хотели поблагодарить Господа В чем Бог был верен вам, в чем Он благословил вас в прошедшем году Я знаю, что сейчас на весах у вас, с одной стороны, ваша скромность, с другой стороны, нужно проявить смелость, потому что нужно выйти Выберите второе, потому что, когда мы делимся тем, что сделал Бог, это важнее, чем даже вот такая напускная скромность Бог благословил нас, и как важно поделиться этим, и как важно сказать, что мы действительно Богу благодарны Бог в моей жизни сделал одно или другое, и третье, и я действительно хочу Господа поблагодарить И поэтому мы сейчас будем петь общим пением И я приглашаю тех, кто действительно желает это сделать, пройти сюда, во время нашего общего пения Для того, чтобы вы могли коротко сказать о вашей благодарности И мы бы знали, что действительно Бог много благословил всех нас в этом ушедшем году И знаете, слова этого гимна, которым мы будем петь, они особые От погибели спасла меня милость Божия То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия Вот делиться милостью Божией, это всегда хорошо, это всегда правильно Поделитесь этой милостью Божией И мы будем петь все вместе Может быть, вы на балконе, может быть, вы в рядах И у нас будет время во время общего пения выйти Может быть, вы в середине, и вам кажется неудобно, я помешаю другим Братья и сестры, вы пропустите тех, которые хотят поделиться благодарностью, правда? Поэтому благослови Господь, давайте мы все встанем Мы будем петь общим пением И во время пения, те, кто желают поделиться благословениями, благодарностями Проходите прямо сюда, чтобы это сделать От погибели спасла Меня, милость Божия, в рбе отчаяния нашла Меня, милость Божия, то, что я еще живу То, что Господу служу Это милость Божия Это милость Божия То, что я еще живу То, что Господу служу Это милость Божия Это милость Божия Это милость Божия Что грехи мои отцвы Это милость Божия И свой дух святой извил Это милость Божия Это милость Божия То, что вера мне дана И ведет меня она Это милость Божия Это милость Божия То, что вера мне дана И ведет меня она Это милость Божия Это милость Божия Вновь и вновь благодарю Это милость Божия Эту милость Божия И желанием горю Славит милость Божию Эту бездну доброты Эту силу чистоты Эту милость Божию Эту милость Божию Эту бездну доброты Эту силу чистоты Эту милость Божию Эту милость Божию Все однажды здесь пройдет даже милость божия от земли мог заберёк свою милость божию там где место для святых будет вечно и среди это милость божия это милость божия там где место для святых будет вечно им святить это милость божия это милость божия от погибели спасла меня милость божия и отчаяния ушла меня милость божия то что я ищу милость божия это милость божия слава господу пожалуйста присаживайтесь братья и сестры слава господу за то что вы вышли вы можете поделиться благословениями и теми благодарностями которые у вас есть я начну с себя поскольку так вот пригласил найти этот год был действительно особый для нас для нашей семьи особое благословение было наш сын даниил которого там находится он принял крещение в этом году это благословение для нас это радость это благодарность для господа но а как служитель как пресвитер наверное для всех нас большая благодарность в этом уходящем году мы отметили 25 лет церкви спасения вы помните об этом братья и сестры это благословение господь благословил нас он хранил все эти годы он дал нам возможность быть вместе служить и мы радуемся мы можем господа благодарить этот год наверное был нелегким для многих я вспоминаю те имена братьев сестер которые ушли от нас старцы и старицы ситникова маргарита ивановна гуров петр фадеевич легкий иван петрович камышин валентин валентина павловна майорова надежда ивановна это братья старцы и старицы которые ушли наверно особо было трудно когда мы прощались с нашими братьями пахнюк василий леонов олег андрейченко алексей господь давал силы господь укреплял господь помогал нам пройти эти трудные моменты это было благословение это была верность господа и за это мы должны быть благодарными пожалуйста я даю микрофон за что вы хотите поблагодарить господа я хочу поблагодарить господа за его благословение в моей семье за то что он помог зятю моему спас его поднял его я очень благодарю бога за это за то что не оставил нас за и еще я хочу поблагодарить бога за то что он сохранил жизнь мужу моему после страшной аварии и очень благодарна богу за его благословение в жизни нашей прошлый год и начало этого года был очень мрачный для меня и я погибал нарко- и алкозависимости я благодарен богу то что имею эту свободу от сатанинских сцепей то что могу видеть свет божий славить его um i'm very thankful for god's forgiveness and god's restoration and especially the last first that we just sang we're all here because of the mules bush so i'm super thankful for that and i'm also super thankful for my wife and i got married this year so praise god for that особенно благословение которым я хочу и благодарность господу которым я хочу поделиться это то что в этом году 2017 у нас образовалась молитвенная группа и жон служителей мы можем теперь молиться за церковь нашу за семьи и за наших детей слава богу то что я еще живу то что господу служу это милость божия я хочу сказать что я ни разу не пропустил пельменный отдел в течение года ну может несколько раз пропустил моих братьев в репцентре но я ни одного дня не лежал в постели хотя температура была иногда и кашель вот за это я благодарю я самый старый наверно вот из всей этой группы так что я недавно работал у себя в теплице и говорю ладно я приготовлю землю если умру в этом году то дети хоть хорошую землю приготовленную посадят уже слава богу за это я друзья благодарю господа что я когда пришел в эту церковь так и нахожусь здесь и дети мои все и внуки здесь я хотел сказать что я 50 лет за рулем и вот встретилась вот такая мне вот авария я до сих пор размышляю почему господь мог остановить и раздумать по какому пути ты идешь и была авария которой я хочу всем сказать что не успеете даже что-то сказать мысль пришла воззови господу вот этого звал господу и это очень короткое было и я когда сделал такую аварию конечно я не стремился к этой аварии был сомалиец который видимо там пешочком ходила здесь на машине поехал и он встретился мне так что не дал мне уйти от него хотя у меня такой экспириенс есть в жизни я уходил не один раз а этот раз не получилось я когда ударился об него и я посчитал что я уже наверное жить не буду господь сохранил мою жизнь и я за это благодарю и благодарю что церковь молилась за меня я хочу поблагодарить бога за нашу молитвенную группу братьев вот как санасар говорил что много было молитв и особенно для меня яркий пример был когда у кости трофименко внучок его исайка сильно заболел и когда молились и когда у нас через две недели молитвы кости пришел и сказал что врачи были очень удивлены что он так быстро пошел на поправку бог нам показывал в течение всего этого года много чудес и вот за санасара молились много молитв еще есть возможность желание приглашаю братьев следующая наша молитва 13 января милости просим я хочу поблагодарить господа за возможности в служении в нашей церкви прежде всего что моя семья меня поддерживает в служении и я очень рад что в нашей церкви много служений детских вот вы знаете я смотрю дети это будущее у нас есть вы знаете сколько служений школы и вот наш школьный детский оркестр может быть слабенький но я хочу поблагодарить что церковь дает возможность чтобы дети участвовали в служении у нас такое множество этих возможностей я от всего сердца благодарна господу за наш хор за каждую сестру и брата за каждого брата и за каждую сестру в нашем хоре я благодарна что мы нужны были и что я нужна была слава господу этот год был очень трудным для меня очень тяжелым и я сердечно сердечно благодарю каждого брата сестру благодарю господа что через вас бог явил такую огромную любовь ко мне за ваши молитвы не представляете какое утешение дают ваши молитвы в сердце скорбящим молитесь за каждого являйте любовь свою людям божью любовь являйте потому что он нас любит вы знаете когда-то пророк один спросил вдову чем тебе помочь я хочу сказать ее словами я живу среди своего народа благодарю господа за этот народ я хочу поблагодарить то что бог дал мне возможность поехать на первую миссионерскую поездку я была вообще без финансов у меня была неделя чтобы заплатить и бог все дал и все совершилось и это было большое благословение в середине этого года наш сын поехал в миссионерскую поездку и полгода он не живет уже с нами он в Украине я благодарю бога за это брат и сестры тяжело по-отцовски мы не расплакали с женой мы молились богу но мы видим что бог с нами работает и это отрадно для нас и видим что бог с ним там работает ни одного воскресения ни одного собрания не прошло чтобы кто-то из вас не подошел и не поинтересовался я присоединяюсь к Ольгиным благодарностям за вас братья и сестры за церковь у нас в этом году у нас в этом году были особенные переживания где быть в церкви и мы благодарим сердечно Бога что Господь нам подаровал и вас братья и сестры это особенное благословение что семья сегодня все со мной здесь благодарю особенно братья и служителей за это радушие за теплый прием когда нам было очень тяжело и братья поддержали нас и мы это особенное благословение что мы вместе с вами можем сегодня здесь быть и за что я хочу благодарить нашего Господа я благодарен за наше музыкальное служение за хоры за то что у нас дирижеры никогда не останавливаются и дальше служат и благодарю за оркестры тоже за наших дирижеров за то что каждую репетицию они прилагают усилия чтобы мы дальше и дальше продолжали служить Господу и благодарю за родителей тоже за то что поддерживают меня и подбадривают каждый каждый день заниматься и прославлять Бога и конечно я принял крещение в этом году за это особенно благодарен нас Бог особенно посетил в этом году и мы благодарны Ему за Его посещение и действительно за милость Его к нам Бог всегда с нами и это благодарность Богу что Он не оставляет в самых трудных моментах и Он очень сильно посещает нас братьями и сестрами которые помогают нам это мы благодарны Богу за ваши сердца что Бог действует в ваших сердцах и у вас очень добрые и открытые сердца для нас мы благодарны Богу за это также сердечно Господа благодарю что Он не только дает легкий путь но дает и трудный путь и испытывает нашу веру испытывает мою веру особо в этом году я благодарю Бога за это и что Он при испытаниях дает облегчение слава Господу и благодарю за всех братьев сестер которые нас несут на руках молитвы и особенно кто помогает слава Господу в этом году я получил духовное благословение от Бога через физическую трудность 28 декабря прошлого года я сильно повредил колено и о серьезности я только узнал в конце февраля этого года ну после травмы была операция я сильно переживал и Бог меня этим сильно благоставил и привел к Нему спасибо за молитвы мамы брата ну семьи всей что через эту трудность я ближе пришел к Богу из-за того что теперь я здоров и врачи удивлялись как быстро я восстанавливался и слава Богу за это я ему сильно благодарю также благодарность Господу то что я еще живу то что Господу служу слава Богу что он дал мне еще жизни что в этом году так тяжело было переживать столько переживаний столько это всяких скорбей в нашей семье но слава Богу за нашу церковь я благодарю за каждого что так много возносили молитвы я очень благодарю что у нас очень отзывчивая семья церковь наша благодарность и слава Господу братья и сестры давайте мы встанем давайте мы Господа поблагодарим я знаю что у каждого из вас есть особая благодарность есть много этих благодарностей за этот прошедший год за все благословения, которыми Господь обогащает нас. Давайте мы Ему и воздадим эту славу и благодарность. Помолимся. Господи, мы перед Тобою преклоняемся в этот час. В конце этого года мы оглядываемся назад. Мы видим, как сильно Ты нас любишь. Ты верный Бог, Господи, и Ты проявлял эту верность. Тогда, когда нам было радостно, когда нам было легко, Ты был с нами, Господи. От Тебя это было. И когда было трудно, и когда было тяжело, Ты также был рядом. Ты помогал, Ты поддерживал. Ты благословлял, Господи. Ты благословлял церковь нашу обильно, семьи наши, каждого из нас отдельно, Господи. Ты так много даровал нам. И самое главное, Ты отдал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который даровал нам спасение, Который даровал нам право быть Твоими детьми. И Ты любишь нас, как детей Своих и ведешь своим путем. И поэтому и в этот час, в конце этого года примет нас благодарность. Достоин Ты славы, достоин Ты поклонения. И мы желаем принести Тебе всю славу, честь, хвалу и благодарность от сердец наших. Да будешь Ты прославлен, наш Господь. Аминь. Снежинки падают, падают В морозной тишине. В морозной тишине Кружатся белыми стаями, Хотят ближаться к земле. Они летят и торопятся По тихий бой часов. Им рассказать всем хочется, Что Новый Год пришел. Они летят и торопятся По тихий бой часов. Им рассказать всем хочется, Что Новый Год пришел. Мы провожаем минувший год, Ушел он навсегда. Но верим, скоро наступит тот, В котором мы встретим Христа. О, вдруг подумай, готов ли ты Теперь Христа встречать? А если нет, то торопись, Ведь можешь опоздать. Вдруг подумай, готов ли ты Теперь Христа встречать? А если нет, то торопись, Ведь можешь опоздать. Снежинки падают, падают В морозной тишине. Кружатся белыми стаями, Хотят прижаться к земле. Пусть этот коп несет с собой Все радостные дни Своей могучей рукой Пусть Бог благословит. Пусть этот коп принесет с собой Все радостные дни Своей могучей рукой Пусть Бог благословит. Мир вам, дорогие братья и сестры, Всех сердечно поздравляю С наступающим Новым Годом! Слава Богу за то, что Он нам дает Эту возможность Собираться вместе, Рассуждать о прошедшем годе, Рассуждать о том, что было сделано, Рассуждать о всех милостях, Которые Он проявлял к нам. Слава Богу за то, что мы еще На один год становимся ближе к небу. Вы знаете, Много есть благодарений, И у меня много благодарности Господу. И за этот год Бог и меня Провел таким вот особенным годом. Бог по-особенному учил доверять Ему, По-особенному учил, Чтобы научиться Не полагаться как-то на себя. Научил и учит, и продолжает учить Доверять Богу. Благодарность за то, что Он вел, За то, что Он миловал, За то, что Он благословлял. Иван Афанасьевич, отец, Также передавал всем привет. Слава Богу! Бог также восстанавливает Его. Благодарность Вам за Ваши молитвы. И слава Богу за то, Что Он действительно действует. Хотел бы оставить пожелание Для всех нас В последние минуты, В последний час этого года. Читаю один стих, Первое послание к фессалоникийцам, Пятая глава, 23 стих. Первое послание к фессалоникийцам, 5.23. Сам же Бог мира да осветит Вас во всей полноте, И Ваш дух, и душа, и тело во всей целости Да сохранится без порока В пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Обычно на Новый год делают пожелания. И если Вы посмотрите статистику, Пять таких вот наиболее Обычных пожеланий, Которые люди желают друг другу, Это счастье, мир, Любовь, успех И здоровье. Вы знаете, текст, который мы с Вами прочитали, Как раз говорит о последнем, Говорит о здоровье. Может быть, сразу это нельзя увидеть, Но я бы хотел Именно в этом стихе, Чтобы мы могли увидеть, Насколько важно здоровье. Не просто физическое здоровье, Не просто крепость тела, Но апостол Павел говорит, Сам же Бог мира да осветит Вас во всей полноте, И Ваш дух, и душа, и тело Во всей целости да сохранится без порока В пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Есть одна болезнь, Страшная болезнь, Порок сердца. И вот это патологическое состояние сердца, Которое может привести К сердечной недостаточности. Апостол Павел говорит о том, Чтобы мы имели здоровый дух, Здоровую душу, И здоровое тело. И он говорит, Чтобы все это было в целости, Чтобы у нас не было никакого порока. Поэтому я желаю каждому из вас Действительно настоящего Духовного здоровья. Вам и вашим семьям. Вы знаете, в последнее время Есть много опасностей. Опасности заболеть. Заболеть духовно. И очень важно, Чтобы мы действительно смотрели. Смотрели за тем, Что мы принимаем, Чем мы питаемся. Где мы питаемся. Чтобы мы смотрели, Как мы упражняемся. Вы помните, Апостол Павел, Обращаясь к Тимофею, В 4 главе, В 6, 7, 8 стихе, Говорит, Упражняй себя в благочестии. Вот этот момент Очень важен Для духовного здоровья. Упражнять себя В благочестии, В богопочитании. Есть очень много симптомов, Которые могут показать, Что у нас с духовным здоровьем Что-то не так. И несколько этих симптомов. Тогда, когда человек, Или когда у человека Перестает желание Идти на общение, На какое-то. Когда человек Ничего не хочет делать. Когда он говорит, Оставьте меня. Когда ему неинтересно. Когда он не хочет питаться От Слова Божьего. Много есть этих симптомов. Но я каждому из вас И себе желаю, Чтобы мы действительно В этом Новом году, В наступающем Новом году, Имели крепкое Духовное здоровье. Сам же Бог мира Да осветит вас Во всей полноте. И ваш дух, И душа, и тело Во всей целости Да сохранится без порока В пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Благослови вас Господь. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Под защитой «Мои» «Симон» «Под защитой » моих крыль под защитой под защитой под защитой твоих крыль души под защитой твоих крыль мой покой под охраной твоей пусть летят стрелы я не устрашусь тогда я под защитой твоих крыль под защитой под защитой под защитой твоих крыль под защитой под защитой под защитой под защитой твоих крыль а че-чет под защитой но че-чет под охраной его старт и и господу и ты будешь и под защитой его крыль под защитой под защитой под защитой твоих крыль под защитой под защитой под защитой твоих крыль и праздничный час горько все и в Ближе дом, ближе встреча с Отцом, Рук Господь, ближе вечный покой. Что грядет нам земло, но мы знаем одно, С нами Тот, с нами Тот, кто нас к небу ведет. Тот прошел ближе дом, ближе встреча с Отцом, Рук Господь, ближе вечный покой. И мы слышим о бед, все ко благу Тебе. Не страшись, не страшись, только Бог свой молись. Тот прошел ближе дом, ближе встреча с Отцом, Рук Господь, ближе вечный покой. Если горе молись, если радость стремись, Воспевать, воспевать, Божию благодать. Тот прошел ближе дом, ближе дом, ближе встреча с Отцом, Рук Господь, Рук Господь, ближе вечный покой. Слава Господу нашему за все его милости. Благослови, душа моя Господа, и не забывай все благодеяния Его. Я думаю, и каждый здесь сидящих мог сказать что-то и засвидетельствовать о том, что Господь совершал в его жизни. Но у нас вторая часть молитвы о нашем смирении, покаянии пред Богом. Милости Господь являл, но и нагрешили мы немало. Если мы будем искренними, может быть, да, и мы верующие, может быть, в нашем собрании тот, кто еще никогда не обращался к Богу. Поэтому мое слово будет в этом направлении. Читаю, где дорожить времени. Восьмая глава книги Исход. С восьмого стиха и ниже. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего. Я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал завтра. Ну, вы скажете, Петрович, тут все о благословениях Господних, а ты про жаб начинаешь. Да потому что это тоже дело такое, что с эти жабы, они мешают благословениям Господним. Правда? И они сопровождали нас тоже. И когда фараон... Плохо стало ему с жабами. Плохо совсем. Зовет Моисея и Аарона, чтобы пришли к нему. Он знает, в чем причина и почему плохо. Почему эти жабы кишат и на постели, и в кастрюлях, и в домах, и на столах. Он зовет Моисея и Аарона, знает, что надо делать. Знает, в чем выход искать. Правда? И где искать выход от этих жаб? Зовет их, говорит, помолитесь за меня. Он знает, что надо молиться. Он знает, что есть Бог, который только может избавить от этих жаб и освободить. Смотрите, что состояние этого фараона. Он уже готов отпустить народ. Созрел. Готов отпустить народ. И говорит, помолитесь. Нет проблем. Моисей говорит, когда помолиться? Завтра. А сегодня я еще с жабами останусь. Переночую с ними. Это много нам говорит, братья и сестры. Народ израильский с Египта вынес много золота. Но внутри много жаб осталось у них. Ропота, недовольство, недоверие, зависти. Вот таких вот духовных этих жаб, которые... Поговорка есть такая. Его жаба давит или душит или что-то. Это когда жадный бывает человек. Но они разных видов, эти жабы. И в Израиле это были только до моря. Дошли и все они вылазить начали. Наружу. Помните? И это жабы. Вот этот ропот, бунт, прихоти. В Новом Завете мы тоже встречаем народ, который с жабами был. Помните персонально, если привести это, старший брат блудного сына. Урода и послушненький был. И такой, но с жабой был. Как увидел, что брата принял, и к теленка заколол. Жаба стала его давить. Отец подходит, да сынок, это ж сын твой, брат твой вернулся. Умолял его, пошли. И жаба победила, осердился и не хотел войти. Вы знаете, у нас тоже есть жабы. И в народа Божия. Если наши жабы перечислять, то самая большая, это наш ветхий человек. Плоть наша. Это наш эгоизм, гордость, самолюбие, обиды, непрощение. Вот эта вот жаба, она почти в каждом присутствует и находит все места. И тоже давит нас всегда. Преследует нас. Это об этом говорится. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Он говорит, нас, да, множественное число от первого лица, запинает он нас по жизни постоянно. И это свергнуть надо в жизни христианина и в жизни того, может быть, кто еще не обратился к Богу. Это лень, увлечение этим миром, наркотики, алкоголь, равнодушие. Еще одна жаба покажу вам. Это вот эта штука, которая не дает молодежи на собрании сидеть. Какой-то придумали сейчас Инстаграм. И вот тут распекается проповедник с кафедры о Рождестве проповедник. А у них там вот такое, знаешь, что-то веселое, пересылают, смеются. Им не до Христа. Эта жаба так сдавливает, что удаляет все святого. Мозги сушит, душу убивает и дух наш угнетает. Эта жаба тоже. Молодежь, в собрании выключайте все эти Инстаграмы. Ничего не запомните, обворует эта жаба. Ничего домой не внесете. Пустыми останетесь. И выветрится все в душе. Их хватает и у пожилых, и молодых. Вы знаете, в откровении мы находим, когда кладезь бездны там открыл ангел, то их вылезло много. Фараон сказал, завтра помолимся. Феликс сказал, я когда найду время, тоже с жабами был, я тебе позову. А за нас когда помолиться? Сегодня покаянный вечер. Мы этих жаб, в душу себе загляните, друзья, верующие, неверующие, все находящиеся здесь, в этом доме молитвы. Может, вы найдете там жаб. Я тоже, когда рассуждал над этим местом, знаете, сколько нашел их? И каялся перед Богом. Или мы их потащим вместе с собой на завтра, 2018 год, или все же здесь выбросим? Я к покаянию призываю. Еще брат Андрей будет проповедовать. Кто персонально желает, чтобы за него помолились, потому что давит уже эта жаба сильно, потому что достала, как этого фараона. Фараон еще на завтра. На что он рассчитывал, я вообще удивляюсь. Но он сердце свое ожесточил, когда и жабы исчезли. Все равно не выполнил то, что обещал. Он говорит, помолиться за нас. Может, за кого-то надо помолиться, который хочет от них освободиться. И чувствует, это грехи, которые повторяются изо дня в день. Это то, что мучает вас. Это то, что тяготит душу вашу. Идите ко Христу. Сегодня давайте молиться, не завтра. А то, может быть, поздно будет. Звучит песня. Песня. Субтитры подогнал «Симон» 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 Проблема в том, что людей обольчает грех, и они идут на предательство и на измену. И в Писании показана вот эта картина, что когда человек отвращается от Бога, еще в Ветхом Завете, когда человек впадал, выдало поклонство, поклонялся богам каменным, богам ненастоящим, это была измена, это было предательство, это был отказ от верности Богу. И вот в этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел говорит, чтобы каждый оказался верным Богу. Я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили вот этот год, мы слышали вот о всех этих жабах, которые в жизни нашей иногда проявляются, когда мы допускаем неверность. Это именно признаки нашей неверности Богу. И эти жабы самые различные. Сергей Петрович показал только телефон. Знаете, когда-то раньше говорили верующим телевизор не смотреть. Сегодня молодежь телевизор не смотрит. Знаете, кто смотрит? Пожилые люди сегодня телевизор смотрят. У молодых свои жабы, у пожилых свои жабы. И поэтому нам сегодня очень важно проверить себя верность Господу. Павел говорит, я хочу, чтобы каждый оказался верным. Знаете, я читал вот историю апостола Павла, как она записана в книге «Деяния апостолов». И в 20 главе очень интересные слова он говорит. В 20 главе с 23 стиха, 22 стиха он говорит так. «И вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. «И вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Знаете, что я беру с этого текста? Вот с этого свидетельства апостола Павла. Верность дороже жизни. У Павла был такой принцип. Он говорит, я знаю, что со мной будет. Дух Святой, как в этом тексте мы прочитали, Дух Святой свидетельствует, и я по влечению Духа Святого иду в Иерусалим, и я знаю, что там произойдет. И он говорит, вы уже не увидите меня. И я иду туда, и я знаю, что со мной встретится, что со мной произойдет, но я все равно хочу остаться Богу верным. Вот это был принцип апостола Павла. Верность важнее жизни. Он готов был умереть, он готов был пойти на страдания, он готов был пойти на мученичества, но остаться Богу верным. И вот сейчас, когда мы... Заканчивается этот год, и когда мы будем становиться на колени и молиться, давайте мы проверим себя. За этот год у нас был такой принцип. Мы готовы жизнью пожертвовать, но Богу верным остаться. Сколько в истории христианства было таких примеров, начиная с Павла, начиная со Стефана, с мучеников церкви, за всю историю христианства. Сколько было этих верных, которые избрали такой принцип «Лучше умереть, но остаться верным». Верность дороже жизни. В нашей жизни мы за мелочи верность придаем. В нашей жизни часто измена Господу по самым мелким и дешевым каким-то подделкам, которые сатана предлагает. Мы смотрим вокруг, столько много ненастоящего сегодня, искусственного продуктов, каких-то предметов, каких-то материалов, много искусственного. И проблема, что больше и больше христиан искусственных. И вы помните апостол Павел, когда он пишет послание Тимофею, он говорит о том, что христиане последнего времени, он говорит, они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот это предательство, вот это измена. Сластолюбие выбрать вместо Бога, предать Бога, пойти на измену Богу, отказаться от верности Богу ради сластолюбия, которое сатана предлагает. Сегодня, когда мы будем сейчас молиться, я предлагаю, чтобы мы проверили себя. Сколько раз в нашей жизни в этом году мы предавали Бога? Это звучит серьезно. Это звучит страшно. И мы как бы, может быть, проверим себя. Я не предавал. Я не изменял. Я не был предателем. Да, в моей жизни было вот это, вот это, вот это. И мы так хорошо можем объяснить, почему и как это было не так страшно. Но Бог смотрит на это по-другому. Написано, до ревности любит Дух, живущий в вас. Бог никогда не пойдет на измену. Бог никогда не согласится с предательством. Господь сказал, самое главное, самая первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Только это ожидает от нас Господь. И поэтому для нас очень важно, вот сейчас, когда мы будем молиться, проверить себя. Если в нашей жизни была эта неверность, попросить у Бога прощения. Мы можем задать вопрос, а что особенного в новогодней молитве? Что особенного, вот когда мы сейчас, вот через несколько минут, стрелка станет на 12 часов. Почему именно в этот момент, вот что особенного в этой молитве? Может быть, и ничего особенного нету. Молитва имеет значение. Бог своему народу устанавливал особые праздники. И Бог говорил, именно в этот праздник должно быть собрание. И народ собирался, и проверял себя, и исповедовался, и каялся, и жертву приносил. И поэтому для нас не столь дата, но молитва, когда мы склоняемся перед Богом, когда мы понимаем, Он верный Бог. И мы сегодня слышали вот эти свидетельства, братьев и сестер. И каждый из вас может еще много дать этих свидетельств. В 2017 году Бог был верным. Он не предавал, Он не изменял, Он благословлял. Солнце светило, дождь шел. Мы не были голодными, у нас нет никакой нужды. Бог давал здоровье, силы. Бог давал все, что нам нужно было в этой жизни. Бог был верным. А мы, были ли мы верными Ему в этом году? И нам нужно сегодня склониться на колени. И нам нужно сегодня исповедаться перед Господом и попросить у Него прощения, для того, чтобы от Него получить освобождение, для того, чтобы Он освободил нас, чтобы Он дал нам новое стремление. И в новом году, чтобы Он дал нам новую любовь к Господу. И поэтому я приглашаю сейчас склониться на колени и вот этот Новый год войти с упованием, с молитвой, с исповеданием, с молитвой покаяния, чтобы Господь благословил каждого из нас. Давайте мы склонимся на колени, помолимся Господу. Аминь. Братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Новым 2018 годом! Да благословит нас Господь, уповать на Господа и следовать за Ним! Встаньте, поздравьте друг друга, поприветствуйте с Новым 2018 годом! Слава Господу нашему! Он дарует нам Свою милость и еще один Новый год в жизни нашей! Да благословит всех нас Господь в этом году! Я желаю, чтобы мужья были верны своим женам, чтобы жены были верны своим мужьям, чтобы дети были верны своим родителям, чтобы родители были верны своим детям, чтобы пожилое поколение осталось верным, чтобы каждый из нас был верен своему служению и призванию, чтобы мы все были верны Церкви, чтобы каждый из нас остался верным своему Господу. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но для нас этот Новый Год Это еще одно свидетельство милости Лето Божье благоприятное Оно продолжается И Бог дарует нам милость И главная Божья цель Не в том, чтобы мы осуществили наши планы Главная Божья цель Чтобы мы познали Его волю Чтобы в этом году мы исполняли Его волю Чтобы мы были больше похожими на Него Чтобы мы больше трудились для Него Чтобы мы отказались от Себя От Своей воли И познали волю Божью И стремились к Ней И дай Господь, чтобы в этом году Мы именно к этому сделали Намного больше старания Намного больше стремлений И тогда этот Новый Год Будет нами прожить не зря Благослови в этом Господь Я хочу сказать, что этот Новый Год 2018 год В нашей Церкви Как и во всем объединении Нашем Северо-Западном Он назван Годом Верности И вот в этих буклетах В которых есть наша неделя молитвы Вы можете во второй половине Найти все эти темы Которые в этом году Мы хотим затрагивать и говорить Мы хотим говорить о верности семье Мы хотим говорить о верности церкви Мы хотим говорить о верности в наших словах О верности в обещаниях Во многих аспектах нашей жизни Библия призывает нас к верности И дай Господь, чтобы вот в этом 2018 году Мы говорили об этом Мы будем проповедовать об этом И дай Господь, чтобы во многих из нас Появилось еще большее желание Вот во всех этих вопросах Проявлять верность Господу И поможет нам Господь Как всегда мы говорим, что Мы призываем за год Прочитать Библию Я надеюсь, что В уходящем году Многие смогли это сделать Некоторые даже Не один раз прочитали Библию И поэтому, как всегда, мы готовим вот такие Графики чтения Библии на год И сегодня они готовы Уходя из дома молитвы Вы можете взять для себя Еще раз, чтобы начать уже с завтрашнего дня У нас есть вот такой последовательный план Чтения Библии Есть хронологический план И вот такой параллельный чтение Библии Ветхий Новый Завет Пожалуйста, возьмите для себя И дай Господь, особенно для тех, которые Никогда этого не делали Или начинали, и не получалось, и бросали И в этом проявите верность Возьмите и верно начинайте читать Слово Божие Чтобы знать, чтобы вникать в Него И также от Альянса Церквей У нас есть календарь на 2018 год Вы сегодня, выходя из здания нашего Можете взять также для себя Это библейский календарь на 2018 год Давайте встанем, совершим молитву Заключение нашего собрания Господь, мы к Тебе приходим с благодарностью За это служение За весь этот год И за милость Твою, которая обновилась К нам еще раз Перед нами этот Новый год И мы верим, что Ты с нами Так, как Ты обещал И мы вступаем в этот год И просим Тебя, благослови нас Благослови каждого, кто здесь находится Каждого члена церкви Мы молимся Тебя, чтобы Те, кто не знают Тебя Еще раз осознав эту милость Твою Которую Ты посылаешь именно для них Когда продолжается лето благоприятно А они не спасены Господи, даруй им, чтобы они могли сделать это Чтобы они услышали Твой стук Чтобы они услышали Твой призыв И обратились Тебе всем сердцем А нам, Господи, дай быть верными Тебе Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами За то, что Ты верен За то, что Ты и в этом году поведешь нас И еще больше дашь своих благословений Храни нас в руке Своей Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да пребудет со всеми нами Аминь С Новым Годом всех вас, братья и сестры Благослови вас Господь в Новом Году Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!